Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня климатолог, старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните также из-за рубежа код плюс 371 и пишите ватсап 230-619. По всему миру проходят эко-протесты. Недавно было такое резонансное выступление Греты Тунберг по поводу глобального потепления. Она пыталась обратить внимание политиков на это, на Генассамблеи ООН. Что сейчас происходит с климатом и насколько сильные изменения средней температуры влияют на всю климатическую систему? Это уже вопрос. Да, мы вас не расслышали сейчас. Это уже вопрос был ко мне, да? Да, да, да. Это уже вопрос к вам. Смотрите, да, климатические изменения происходят, достаточно серьезные. Это фиксируется независимыми службами данных, то есть это и американские, и английские, и была в свое время российская. Осреднение данных метеостанций происходит, ну, несколько разные подходы к этому. Но в целом за последние полтора века мы наблюдаем рост температуры в среднем уже где-то на градус выросла температура. Это достаточно быстро происходит. Ну, собственно, вот, на самом деле, если мы посмотрим просто на изменение температуры, это не главное. То есть это, в принципе, то, за что ученые зацепились. Смотрят, что-то происходит, температура растет, надо что-то делать. То есть надо понимать, а вообще из-за чего. Стали изучать и увидели, в общем-то, рост СО2, достаточно быстрый, связанный с нашей промышленной деятельностью, с оживанием ископаемого топлива. То есть вот работы по связи, по поиску связи СО2 с температурой, по усилению парникового эффекта, они начались, такие единичные работы были в XIX веке, в конце XIX века. Но вообще парниковый эффект предложил впервые Фурье в начале XIX века. Потом Тиндал это экспериментально показал, что вот СО2, водяной пара, они являются парниковыми газами. В конце XIX века Сванта Рениус, из Швеции, кстати, тоже, он как раз первый показал, что при удвоении СО2 температура на Земле может вырасти на 4-5 градусов, но он тогда это назвал благом, как человек из Швеции, он сказал, ну отлично, у нас будет теплее. А потом это как-то заглохло все. В 30-х годах вот был Джон Календер, который связь находил тоже температуру и СО2, но это были какие-то такие полуэмпирические связи. И вот в середине XX века на Мауна-Лоу была установлена обсерватория Киллингом из Института Скрипса океанографического США, и вот эта обсерватория, она находится вдали от промышленных районов, то есть это фоновая станция, она наблюдает за содержанием СО2 в атмосфере. И в общем-то с середины XX века вот у нас есть твердый инструментальный факт, подтвержденные твердые инструментальные наблюдения показывают, что СО2 в атмосфере растет, и вот за это время он вырос на 100 частей на миллион, то есть было порядка 315, и стало 415. Это очень-очень быстрый рост. Раньше такого быстрого стремительного роста за историю, вот за последние 2 миллиона лет, это то, что по кернам ледниковым найдено, то есть вот достались, скажем так, какие-то цилиндры льда из Антарктиды. Лед содержит в себе мельчайшие частички воздуха, пузырьки воздуха, которые можно состав посмотреть этого воздуха и понять, как менялся СО2 за последний. Вот, ну миллион был, сейчас вроде на 2, последние работы продлили на 2 миллиона лет, вот более такие, но там точность ниже, конечно, там достаточно низкое разрешение, поскольку лед смерзается и разрешение не очень высокое, там уже сотни лет, чем дальше мы уходим в глубь, там уже это один пузырек, говорит, примерно за сотни лет, но никогда такой концентрации высокой не было, и особенно такого быстрого роста. Стали что делать еще? Смотреть на изотопный состав углерода в атмосфере и поняли, что меняется изотопный состав как раз в пользу того, что это мы сжигаем ископаемое топливо. И таким образом мы видим рост температуры, мы видим рост СО2, и мы достаточно уверенно связываем их через усиление парникового эффекта. Можно ли назвать уникальным то изменение климата, которое происходит сейчас? Ведь многие говорят о том, что климат менялся всегда. Эту фразу часто можно услышать. Да, оно как минимум уникально с точки зрения того, что человек как вид активно влияет на глобальный климат. Менялся он всегда или нет, это нам на самом деле палеоданные не дадут точности. То есть точность палеоданных, ну год точности это последние несколько тысяч лет. То есть вот до года мы знаем температуру, это несколько тысяч лет. Раньше такого не было, потепления, как сейчас такого быстрого. То есть за несколько тысяч лет мы точно знаем, что это уникально. Дальше уже детальность уходит в десятки лет, в сотни лет, и там какие-то колебания сглаживаются. Но здесь дело не в том, что, понимаете, это не то, что, скажем так, исследование каких-то кривых температур, какая она была раньше, какая сейчас, и мы смотрим. Это исследование в комплексе. У нас есть СО2, который растет в атмосфере. Мы уверены, что это за счет сжигания ископаемого топлива. Повторюсь, по изотопному анализу. Дальше мы знаем, что СО2 усиливает парниковый эффект. Мы знаем усиление, мы наблюдаем это усиление. То есть вот работа в 2010 году была Фельдмана, который прямо показал непосредственно усиление парникового эффекта вот именно на тех длинных волн, на которых и поглощает СО2. То есть это именно роль СО2. Мы видим это усиление. И дальше мы знаем, как усиливается парниковый эффект, мы знаем, как усиление парникового эффекта скажется на температуре, и мы видим это усиление температуры. То есть слова о том, что раньше так и было, это не совсем правильно. Это люди оперируют просто кривой температурой, которой неправильно смотреть просто на кривую температуру. Надо в комплексе рассматривать. То есть это изменение климата можно назвать рукотворным? И в этом его уникальны? Ну вот сейчас усиление парникового эффекта, да, это антропогенная деятельность. Как вы оцениваете выступление Греты Тунберг? Потому что разделила она общество, общественность на два лагеря. Одни говорят о том, что это здорово, что она обратила внимание на проблемы климата и вызвала такой резонанс. Другие говорят о том, что это не дело девочки из Швеции, это дело больших ученых и вообще не нужно туда лезть. Вот вы как ученый как это оцениваете? У ученых тоже мнение разделилось. Ряд ученых считает, что это отличная популяризация. Я скорее склоняюсь к тому, что Грету надо расценить именно как популяризатора. И как популяризатор она хорошо сработала. Ряд ученых очень скептически настроен и считает, что это может повредить именно доводам. И у них тоже есть рациональное зерно, что отчасти вся эта история превращается в некий балаган и в этом балагане можно не услышать голос ученых. Но проблема в том, что голос ученых и так, на мой взгляд, не очень хорошо слышен был. Но Грета, она же не сказала никаких научных мыслей. Она сказала, слушайте ученых. То есть ее посыл был, читайте ученых, они уже вам все сказали, почему вы ничего не делаете. То есть основной посыл был... На самом деле Грета это просто громкие слова. И все говорят о ней, но Генсек УОН на этой же климатической конференции начал, открыл вот этот саммит климатический, который был при УОН как раз, ровно практически теми же словами. Он говорит, что пора переходить уже от слов к действию. У него были практически те же слова, просто, ну, более вот в такой дипломатической форме. Почему-то про, ну, видимо, образ все-таки разный. И здесь это скорее вопрос уже надо с социологами говорить. То есть это вопрос не к ученому физику, а к ученому социологу. Вот каков социологический эффект вот этой Греты? Я вижу, например, по соцсетям, ну, по своим соцсетям, по видео, например, моей лекции, там, по климату, что после выступления Греты эта лекция начала набирать просто большое количество просмотров. В соцсетях я вижу людей, которые стали... Раньше они вообще не думали, что климат меняется, они сейчас... А что правда меняется, расскажи, а где почитать? То есть вот я вижу этот эффект. Но я вижу обратный эффект. В наших, особенно, соцсетях российских вылезли все скептики, которые тоже напомнились, ага, на самом деле нет, на самом деле нет. Ну, то есть как бы оба лагеря сейчас о себе решили напомнить. То есть вот Грета был такой катализатор, скажем так. Но, конечно, ее надо расценивать именно как популяризатора, как катализатора, но не как ученого. Ну, а на Ваш взгляд, какие действия должны предпринимать политики, может быть, на пути как раз в борьбе с глобальным потеплением? И насколько они сейчас достаточны, эти действия, которые предпринимаются? Сложно сказать, конечно, насколько они достаточны, потому что заглядывать вперед, ну, сами понимаете, прогноз на будущее, это очень-очень такая сложная вещь, особенно с учетом развития технологий. Пока, судя по траекториям, которые нарисовали ученые, по траекториям эмиссии СО2, которые допустимы, скажем так, по удержанию глобальной температуры в полутора-двух градусах, мы уходим от этого графика. Нам надо уже в ближайшие 8 лет, мы должны выйти на нулевую, скажем так, на нулевую эмиссию. То есть мы должны через 8 лет уже человечество не должно имитировать. Но на самом деле оно должно имитировать, но если только же поглощать, то есть вот технологии по извлечению СО2 и последующей утилизации СО2 из атмосферы, они должны за 8 лет активно развиться. На самом деле, конечно, этого не будет, и вот в полутора градусах мы, скорее всего, не удержим. И вот в двух градусах мы, наверное, все-таки удержимся, я надеюсь, в потеплении на два градуса. Что надо делать? Ну, Парижское соглашение – прекрасная вещь, которая, надеюсь, ратифицирует все страны. Осталась вот Турция, ну и, я надеюсь, США все-таки вернется в лоно Парижского соглашения. Россия, кстати, тоже ратифицировала в тот же день, что и Грета, но про это все забыли. Ну, просто был климатический саммит, и к этому и Россия приурочила какой-то свой жест. Но все, опять же, потонуло вот в Грете, скажем так. Я даже придумал такой неологизм, в общем-то, ситуация перегрета была отчасти. И, смотрите, что надо делать? Надо переходить на низкоуглеродное развитие, безусловно. Это повышать энергоэффективность, повышать методы, например, в сельском хозяйстве поглощения СО2, там из Польши, различно использовать методики сельского хозяйства. Это забота об экосистемах и лесах, то есть лес как поглотитель, надо о лесе заботиться, то есть с пожарами бороться условно. И плюс, конечно, переходить на новые, ну, думать про новую энергетику, переходить на новые возобновляемые, в первую очередь, источники энергии, увеличивать процент этих возобновляемых источников энергии. Что делают страны? Ну вот, по поводу ЕС, Европейский Союз, он не смог принять, насколько я понимаю, стратегию перехода к 2050-му на нейтральность, вот эту углеродную, из-за противодействия стран Восточной Европы, Польши, Чехословакия, кажется, Венгрия заблокировали вот этот переход. И, кажется, отдельные только страны, там, типа, Франция, Германия, сказали, хорошо, мы национальные экономики переведем. То есть, в следующем году Китай пообещал, Китай-Индия пообещали через год представить свои стратегии перехода на низкоглеродное развитие. Насколько это успешно будет, не успешно, покажет время, сейчас сложно говорить. Ну, вроде бы мы опаздываем все-таки в переходе таком. Вот, не удержимся мы в вилке вот в этой полтора-два градуса, но, вот понимаете, как еще, как разобьются технологии улавливания, вот, так называемые CDR, Carbon Dioxide Removal, технологии, которые надо активно развивать, вот как разобьются эти технологии, сейчас сказать достаточно сложно. Надежда на них все-таки тоже есть. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230-6191. Экс-президент Латвии, когда еще был министром окружающей среды нашей республики, он заявил о том, что от глобального потепления Латвия может выиграть в краткосрочной перспективе, потому что у нас климат станет теплее, мягче, и, соответственно, перед тем, как наступит конец света, как сказал тогда бывший президент, мы сможем принять большое количество туристов и уйти, в общем-то, на покой уже достаточно богатой страной. Вот насколько вообще справедливы такие оценки, что какие-то из стран могут выиграть от глобального потепления? Ну, вопрос сложный, потому что вы используете слово «справедливо» в каком смысле? Справедливо для отдельной страны, да, оценки такие... Справедливо ли для высказываний, которые имеют такое обоснование? Такие оценки действительно верны. И в той же Латвии, например, смотрите, основное негативное последствие глобального потепления – это рост уровня мирового океана. Что мы имеем в Балтике? В Балтике долгое время лежал ледник. Скандинавский... Было так называемое скандинавское оледенение. Гигантский ледник лежал, доходил практически до Москвы. Ледник ушел, ледник был тяжелый, земля была продавлена. Сейчас земля, как бы, она, скажем так, разминает, как подушка, если вы замнете, она начинает разминаться. То есть, это так называемый процесс глядсоэзостазии, называемый, небольшой есть подъем в скандинавских странах. Он составляет, насколько я помню, в Латвии порядка двух миллиметров в год подъем небольшой идет. Рост уровня океана – три миллиметра в год. Латвия практически не испытывает на себе рост уровня океана. С точки зрения туризма, действительно, Средиземное море становится перегретым. Учащаются волны жары, учащаются засухи, учащаются лесные пожары. С точки зрения изменения климата, Греция, Испания, Италия становятся не самыми лучшими туристическими странами. В этом смысле Балтийское море может быть каким-то благом развивать туризм в вашей стране. Я считаю, мне кажется, это перспективно с точки зрения долгосрочных каких-то вложений. Действительно, в этом смысле, да, зимы могут становиться мягче. Надо помнить о рисках, безусловно. Что меняется на севере Европы? Растет количество ливней, растет количество опасных конвективных явлений. Крупный град, смерча – это для вашей страны тоже характерно. Вот буквально сейчас, под моим руководством, выходит статья через пару недель, ну, через месяц, может быть, по климатологии смерчей в Северной Евразии. Включая там Россия, Латвия, Украина, Белоруссия, вот все эти страны. И, смотрите, мы показали, что на самом деле достаточно серьезная угроза смерчи. И в вашей стране тоже, и угроза эта растет. То есть, просто это надо помнить. Надо взвешивать риски, и надо взвешивать положительные стороны. Какая страна выиграет, какая проиграет, но, скорее всего, северные, самые северные страны, они, скорее, окажутся в небольшом плюсе, а большая часть мира все-таки окажется в минусе. Звонок у нас только что был, сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вы зовут? Добрый день. Слушаем вас. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, какое состояние сейчас озоновых дыр? Я помню, в Латвии даже загорать запрещали. А сейчас благополучно затянулись, так сказать, компании, которые холодильники переделывали, получили свою прибыль, и все замолчали на этом. Скажите, вот как сейчас состояние? Да, спасибо вам за вопрос. Да, но смотрите, сейчас по данным спутников людей получено, что озоновый слой восстанавливается. То, что мы запретили выпускать эфреон, это был прекрасный пример того, что люди могут договориться. Если мы начнем искать теории заговоров за каждой, то мы можем за каждым решением кого-либо найти теорию заговора. На самом деле, работает немножко не так. Есть решение, есть понимание, что... Есть нобелевский лауреат Крутсон, который показал все эти химические связи, химические формулы, как взаимодействует эфреон и как они разрушают озон. Дальше понятно, что люди, например, предприниматели, они видят, ага, фреон сейчас запретят, значит, надо что-то другое разработать. Они просто понимают, что, значит, надо сюда вложиться. Это не так, что вот эти люди, которые решили запретить фреон, проплатили Крутсону, который придумал некую химическую формулу. Ну, не так это работает. Если говорить реально об озоне, то озон сейчас восстанавливается. Если говорить о том, можно ли загорать в Латвии, то надо все-таки следить за ультрафиолетовым индексом. Если индекс превышает четверку, загорать все равно не надо. Давайте не будем смешивать в кучу все. И дыра в основном была все-таки над южным полушарием, над Антарктидой. И там за счет динамики именно, ну, не то же дыра, а утончение озонового слоя было максимальным. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервемся. Потом вернемся, продолжим наш разговор и продолжим принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня климатолог Александр Чернокульский. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, да. Телефон у прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. До теории заговора вы говорили до перерыва. И вопрос тоже, наверное, из разряда мифов, которые периодически приходится ученым развенчивать. Климатическое оружие, насколько возможно его существование реально? На мой взгляд, оно невозможно просто потому, что атмосфера – это хаотическая система. Она недоторминированная. Взаимодействуя, воздействуя на какой-то процесс, мы не знаем, как это аукнется. То есть, есть влияние на погоду, влияние на облака. Например, у нас 9 мая разгоняют облака. Влияют на облака – это кратковременный эффект, он понятен. Но это другое. Можно воздействовать, например, на градовые облака, разгонять, пробовать градовые облака. Можно, наоборот, пытаться вызвать дожди в засушливых регионах. Но это локальный процесс. Это есть. По поводу климатического оружия – этого нет. Воздействовать где-то в одной точке света и получить отклик в другой – это невозможно. Потому что отклик можно воздействовать, но нельзя спрогнозировать отклик. Вот что. То есть, попробовать воздействовать где-то можно. Там, на иносферу воздействовать. Если вы про теоретики, вы, наверное, харп слышали такой. На Аляске поставили. Воздействие на иносферу там вообще, на самом деле, не передается никак. То есть, это можно воздействовать как-то на связь в иносфере, на передачу связи, на спутники, возможно, как-то, но не на погоду. Там просто не работает передача никак вниз. Там несколько слоев важных по плотности. Там не передается сигнал никак. Ну, я думаю, что работы, наверное, какие-то ведутся. Но вот сама по себе хаотичность атмосферы, она не позволяет получить заведомо, скажем так, ожидаемый результат. То есть, ну, что такое оружие? Когда вы оружие, вы знаете, чего вы добьетесь. А когда вы не знаете, чего вы добьетесь, это не оружие. То есть, воздействовать, может быть, как-то и пытаются воздействовать. Но получается совершенно не то, что им хотелось бы. Ну, то есть, в этом смысле я считаю, что его не существует в том виде, в котором о нем говорят обыватели. То есть, человек пока не может спровоцировать ураган или спровоцировать цунами, нужно ему... Ну, пока, он, наверное, и не сможет. Это очень дорого вообще воздействовать тоже на ураган. Ну, цунами – это вообще геологический эффект. Это просто землетрясение. Ураган, чтобы появился ураган, это, ну... Как появляются тропические ураганы? Происходит самоорганизация облаков в тропической области, в тропической области над океаном. Что появилась самоорганизация? Ну, то есть, сама, от слова сама, она сама там кластеризуется. Наверное, можно попробовать как-то кластеризовать. Но это будет стоить, ну, просто миллионы долларов. Туда достать самолетами какие-то реагенты, чтобы облака начали расти. И еще с неизвестным эффектом, кластеризуется или нет. Если кластеризуется, вырастет ли это в ураган. Если вырастет в ураган, куда это пойдет? То есть, ну, понимаете, это просто выбрасывает деньги. Никто этим не будет заниматься. У нас звонок радиослушательный на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Здравствуйте. Представляете, если вот, например, антропогенное влияние на климат свистит к нулю, но условно, да, то все равно какая-то динамика, значит, изменение климата будет. Или будет похолодание, или, наоборот, потепление. То есть, например, вулканическая деятельность, там, природные пожары и так далее будут на эту динамику влиять. А вот у меня вопрос такой. Может, стоит все-таки заняться тем, что очень, можно сказать, примитивно, но верно действует. С восстановлением лесов. Вот представьте, например, если... Да, задавайте вопрос, очень мало времени у нас. Вот как вы считаете, может быть, стоит не складывать большие деньги в новые технологии по улавливанию СО2, а просто, значит, взять, восстанавливать везде повсеместные леса, например... Да, мы поняли вас. Спасибо. Это, на самом деле, одна из стратегий, которые прописаны между нами группой по экспертам имени климата по множеству статей. Что делать? Как улавливать углерод? Одно из обязательных условий восстановления лесов. Это одно из обязательных условий. Просто есть некий предел леса, и вся эта система леса плюс почвы не могут накопить очень много углерода. То есть здесь у них есть предел, но их обязательно надо использовать. И я полностью с вами согласен, что леса надо восстанавливать. Но это не отменяет развитие технологий. Это надо делать и то, и то. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Антон, такой вопрос разного части. Доктор подписывает, например, а разные страны имеют разное, как сказать, количество лесов, которые влияют, допустим, Бразилия, Россия с Сибирской тайгой. Выделяют больше кислорода, поглощают больше угли кислого газа, соответственно, имеют преимущество. В Европе Союзе придумали квоты на выбросы в какой-то степени. Но они, я считаю, как ваши отношения справедливы, так и с квотами. Допустим, страна, которая не может иметь, позволить себе леса, Бельгия, еще что-нибудь, Голландия. Но экономически довольно сильно развито. Здесь же не получается стопор для развития экономического. А если подключится развитие, развивающие... Да, мы вас поняли. Спасибо вам за вопрос. Опять же, ключевое слово было справедливо. Почему Голландия или вообще Европа стали развитыми? Они стали развитыми за счет активной промышленной революции, которая проходила в 18-19 веках, за счет активного сжигания угла и нефти. По сути, современное изменение климата, современное превышение CO2 в атмосфере, оно как раз и вызвано всей деятельностью уже развитых стран. Поэтому это логично, что развитые страны, они сейчас платят за то, что они в свое время развились, они как бы становятся донорами, а вот развивающиеся страны, которым говорят, слушайте, не, вы давайте уголь не сжигайте, а то что-то как-то жарко у нас, вы вот оставайтесь на своем там низком развитии. То есть, грубо говоря, наоборот, с точки зрения справедливости, то, что платят уже развитые страны, я считаю, что это как раз справедливо. Вот вы в одном из интервью говорили, что еще пять лет и общество, ну, имея в виду Россию, что в ближайшие пять лет в России произойдет один экстремальный такой скачок климатических изменений. То есть, насколько это соответственно действительность? Это не так, это совершенно, ну, журналисты переврали, как часто бывает, никакого экстремального скачка я вообще не говорил. Я говорил, что меня спросили, в ближайшие пять лет вообще, что нас ждет? Я говорю, погода будет не сильно меняться, но в целом, с учетом того, как меняется динамика атмосферы, что замедляется зональный перенос, усиливаются меридиональные процессы, возможны периоды кратковременные, ну, на несколько недель, например, сильные жары. Ну, для примера, я привел 2010 год, ну, или в Европе вот это лето. То есть, вот о чем я говорил, то есть, вот такие волны жары, они в России вполне возможны в летний период. Но это не скачок, это вот на несколько недель может установиться, там, аномальная жара. В этом году, вот, в Москве, наоборот, было холодно, но это просто, скажем так, оборотная сторона медали того, что в Европе было жарко, это один и тот же процесс ровно. Вот, у них жарко, а у нас вот холодно, для компенсации, как бы. Ну, если говорить о скорости изменения климата, то какова она и как она меняется? И можно ли говорить о какой-то предельной точке? Ну, смотрите, тут несколько важных моментов. Температура, вот, ну, продолжит расти, наверное, с тем же темпом. Важно, что ускоряется рост уровня океана. Дело в том, что в 20 веке примерно полтора миллиметра в год прирост был, а сейчас три с половиной миллиметра. В чем, почему такие отличия большие? Полтора миллиметра, вот, в 20 веке, в основном было вызвано термическим расширением океана. Просто теплая вода занимает больше объем. Сейчас полтора миллиметра термическое там расширение условно осталось, но практически сравнялось с ним, даже чуть выросло, прирост уровня океана за счет ускорения таяния ледников. Вот, что есть это ускорение таяния ледников, особенно вызывает большие опасения покровные ледники Гренландии и Западной Антарктиды. В зависимости от того, вот, как они будут себя вести, примерно в районе двух градусов, как раз точка нестабильности Западной Антарктиды, Ледник может начать активно разрушаться, и тогда у нас может быть более ускоренный рост уровня океана. У нас звонок еще. Да, слушаем вас. Слушаем вас, здравствуйте. Я еще маленький вопрос еще один. Вот по поводу климатического оружия, вы говорите, ураган вызвать нельзя. Но спровоцировать, например, извержение вулкана, который спящий в Америке, вот доктор военных наук Сивков, говорит, вполне возможно. Спасибо. Не, ну мало ли чего говорит доктор. Кто что угодно может сказать, я не могу это комментировать, я не видел этих работ. Ну вот об океане вы говорили, летом ученые-океанологи, они обнаружили в океане, как по их словам, одних из главных борцов с глобальным потеплением, это были морские водоросли. И насколько важную роль микроводоросли играют как раз в этом процессе? Ну, водоросли поглощают. Как раз океан, не только водоросли, в целом океан-вода пытается поглотить углерод, как раз избыток углерода в атмосфере, вызванной человеческой деятельностью, океан пытается смягчить, демпфировать. То есть поглощение в океан в современную эпоху выросло по сравнению, если бы система не была возмущена антропогенным воздействием, потоки в океан были бы ниже, чем они сейчас. То есть океан пытается поглотить СО2, поглощает СО2 из атмосферы, и тот в виде кальция-СО3 оседает на дно. Но не хватает этого, в принципе, и его способностей не хватает. По поводу водорослей, были даже проекты, например, попытаться увеличить количество фитопланктона, например, так называемыми, добавить, например, что-то типа железа, которое бы а-ля питательная среда, улучшить питательную среду для такого фитопланктона. Были какие-то маленькие эксперименты на ограниченной площади проведены, которые были очень удачны. Вместо фитопланктона расплодился зоопланктон, который пожрал фитопланктон, и, в общем-то, выросло дыхание, а не фотосинтез. То есть, ну, тут это очень тонкая система, и понятно, что, да, водоросли поглощают, но насколько их способность поглощать больше, она ограничена, опять же. То есть, никто не спорит, что это один из поглотителей. А подводные города, насколько это фантастическая вообще история? Не, ну, понятно, что человечество может строить какие-то дабы, и оно будет строить, просто стоимость вот этих защитных сомнений будет расти с каждым годом. У нас звонок, еще радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем. Я вот хотела спросить вашего гостя, нагревая повышение температуры. Вода в океане нагревается или нет? Если нагревается, как это влияет на флору и фауну? Некоторые ученые говорят, что там какие-то животные, рыбы могут вымереть от того, что вода нагревается от повышения температуры. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Там не сама температура важна, а два процесса. Действительно, вода нагревается, из-за этого меньше становится кислорода, теплая вода содержит меньше кислорода, чем холодная. И вот как раз сокращение кислорода в океане плюс его окисление. За счет как раз того, что я говорил раньше, что океан пытается поглотить больше СО2, он окисляется. Океан становится меньше насыщенным кислородом и более кислым. И вот это как раз, да, это очень важно. И это действительно влияет на биоразнообразие океана, и в том числе на важные такие моменты, как коралловые острова, большой коралловый риф в Австралии, ну и ряд островов, на которых находится территория океана. И вот опять же, возвращаясь к вашему вопросу про подводные города, наверное, города, может быть, крупные нет, но вот подводные страны, они реально, то есть вот океан, какая часть может просто исчезнуть. Не помню, какая страна сейчас просто купила часть острова у другой страны, просто чтобы своих жителей, в крайнем случае, перевезти. То есть люди, если мы послушаем на ООН, наиболее озабочены, ну вот на саммите, например, ООН, наиболее озабочены климатическими изменениями именно представители вот таких малых океанических стран, просто потому что их страны вообще исчезают. Они, конечно, их голос, ну, сравните их голос с голосом, там, Китай или США, понимаешь, они более тихие, но, тем не менее, они наиболее озабочены. То есть история Атлантиды может повториться? Ну, да, да, да. Да, я напомню, что у нас на прямой связи сегодня климатолог Александр Чернокульский. Вы также можете звонить, задавать вопросы 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефону прямого эфира в нашей студии, и можно писать нам в WhatsApp вопросы 230-6191. Если мы говорим о влиянии человека, мы уже упоминали возможность разгонять облака над Москвой, я, кстати, был свидетелем этого во время военного парада однажды, но ведь разгоняя и влияя мы провоцируем какие-то процессы, то есть, как говорят, разогнали над Москвой, получили что-то в Подмосковье. Вот насколько это справедливо? Ну, естественно, это справедливо. Что такое разгон облаков? По большей части это засев облаков аэрозолями и вызывание более быстрого осадкообразования до Москвы. Поэтому, если говорю, из севера-запада условно идут облака, значит, надо там за 50-80 км от Москвы на северо-западе полетать, вызвать более усиленное осадкообразование, там пройдут дожди, но над Красной площадью дожди не будет. Понятно, что мы влияем в одном районе, то есть, нам надо получить эффект в одном районе, но мы получаем обратный эффект в другом. Или, например, если мы хотим усилить дожди где-то, то понятно, что там, где мы усиливаем, мы, значит, лишаем влаги какой-то другой район. Как раз это тоже такие проблемы будущего, но вот условный Китай, например, начнет активно вызывать у себя дожди в каких-то засушливых районах. Это может сказаться на соседних странах, где дождей может быть меньше, но просто количество влаги в атмосфере ограничено. Она находится в неком балансе. Если мы получаем больше дождей в одном месте, меньше будет в другом. Но тут интересный момент, если мы вернемся, это все-таки погода и какие-то локальные моменты. Если мы перейдем к климату, то вот одно из таких гипотетических решений глобального потепления, так называемый геоинжиниринг, это воздействие в том числе на облака или воздействие на аэрозольный состав для влияния на солнечную радиацию. То есть тепло к нам приходит от Солнца на коротких длинных волнах, ну, видимая часть спектра. Излучается из Земли на длинных волнах. Земля просто холоднее, чем Солнце, поэтому на более длинных излучает. И вот как раз это длинное излучение, оно парниковыми газами задерживается. Но для коротковолнового парниковые газы прозрачны. Так вот, есть так называемый геоинжиниринг, идея влиять на коротковолновое излучение. Гипотетическое. Ученые рассуждают, грубо говоря, повысить альбедо облаков. Альбедо – это отражающая способность сделать облака более яркими над океаном. Облака – это слайс-то кучевые, в первую очередь, облака над восточными частями океанов. Как ученые это подсмотрели? Они просто смотрели по спутниковым снимкам, видели поля облаков этих над океаном и видели, что вслед за судами торговыми облака более яркие. То есть, вот прям такие белые вытянутые полосы облаков, более ярких белых облаков. Дело в том, что от судов идет, ну, из трубы идут аэрозоли, попадают в облака, и облака становятся там капельки более мелкие и более долгоживущие. Они лучше отражают солнечный свет. Так вот, есть идея такая, сделать установки, поставить, которые бы из океана брали воду, перегоняли бы соль, и вот натрий и хлор – это соль в виде маленьких аэрозолей, помещали бы в облака, там как-то имитировали облака, становились бы более яркими, более белыми, отражали часть солнечного света в космос, таким образом понижая температуру. Есть такие расчеты, даже в модели климатические вставляют, температуру понижается. Проблема в том, что там осадки перераспределяются не лучшим образом, засушливый район становится еще более засушливыми, дождливые еще более дождливыми. То есть, кто-то может от этого проиграть. Но в целом ученые говорят, вот у нас есть план Б, который мы в крайнем случае можем применить. Есть еще другой вариант – сульфат на аэрозоле. Это тоже ученые посмотрели у вулканов. Вулканы после извержения крупных, крупных извержений вулканов, на 1-2 года может похолодать. Ну вот был год без лета, 1616 год, 1993 был относительно прохладным после извержения вулкана Пенатуба последний. Дело в том, что при крупных извержениях вулканов в стратосферу попадает большое количество сульфатного аэрозоля, который быстро разносится по планете за счет циркуляции в стратосфере. И за счет медленного гравитационного оседания эти аэрозоли могут 2-3 года находиться в стратосфере и отражать часть солнечного света. И вот идея тоже на самолетах или на ракетах доставлять в стратосферу сульфатный аэрозоль, который тоже бы распределился по планете, и год экраном был бы своеобразным, который солнечный свет отражал бы. Но там тоже проблемы опять с осадками, плюс еще влияние на озоновый слой негативное. Есть еще более гипотетические, просто сделать некое зеркало в космосе между Солнцем и Землей, которое бы там 0,1% отражало, и этого уже достаточно. Но это вот как бы есть ученые, есть часть работ, которые направлены на так называемые геоинженеры. То есть план Б у нас все-таки есть? Да, да, но там вопрос как договориться, там еще очень сложно договориться, потому что какая-то страна может проиграть, она начнет там условно разрушать эти установки. Ну, это вопрос к политикам уже опять же. Больше договориться все-таки про безуглеродное развитие, потому что это более правильно именно воздействовать на ту часть аспектов, в которой мы уже воздействуем, а не на другую. Одна из громких историй, когда Советский Союз испытал царь-бомбу, так называемую, при Никите Хрущеву, ученые испугались, что это может повлиять на климат, и, в общем-то, начнутся какие-то... Там были завихрения очень сильные, насколько я помню. Вот на ваш взгляд, мы находились тогда вообще на грани того, что могли планету просто уничтожить и повлиять на климат? Да, даже дело не в завихрениях, а в том, что при ядерной войне начались бы очень сильные пожары. Первые недели было бы так называемое ядерное лето, которое бы быстро перешло в ядерную зиму за счет как раз попадания большого количества аэрозолей, про которые сказал, только за счет аэрозолей, которые бы попали за счет очень сильных пожаров, покрыли бы всю планету и похолодал бы на несколько десятков градусов. И вот как раз ученые из нашего института, откуда я, институт физики атмосферы, в том числе бывший директор Голицына, еще ряд ученых, как раз показали, что в случае ядерной войны планета просто замерзнет. И это был один из важнейших вкладов ученых, и американские независимые показали, американских российских ученых вот в разоружении. То есть, это же не думали историю про ядерную зиму? Да-да-да, то есть, это вот где физики атмосферы сказали, ребята, если вот это произойдет, никто не выживет. И вот в плане какого-то мирного такого разоружения ученые сыграли большую роль. У нас был звонок, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефонный прямого эфира в нашей студии. Ну, одно испытание, даже самой мощной бомбы, может повлиять на климат? Ну, да, да, в какой-то мере да, но если будет это одна бомба, то это будет кратковременное влияние. То есть, если, да, кратковременное влияние, если в результате этой бомбы в атмосферу падает какое-то количество аэрозолей, они будут отражать часть солнечного света, но они потом осядут все-таки. Это будет и вымывание с дождями, и просто гравитационное оседание. Еще звонок у нас. Звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, Александр, скажите, пожалуйста, какие там новости по Гольфстриму? Была информация, что Гольфстрим меняет свое течение, температуру, и это, насколько я понял, сильный эффект создает на европейский климат. Какие последние новости? Да, 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 спасибо. Смотрите, что происходит при современных изменениях климата. При современных изменениях климата происходит небольшое замедление глобального океанического конвейера. Гольфстрим является частью как раз. Ну, это глобальное течение как раз в океане, которое происходит. Гольфстрим является частью его. И, в принципе, все модели практически согласны с тем, что на всей планете будет происходить потепление, кроме региона Северной Атлантики, где как раз за счет, ну, не то что замедления, ну, можно говорить, небольшое замедление Гольфстрима, ослабление, скажем так, вот всей этой циркуляции, более правильно говорить, ослабление всей циркуляции, будет небольшое похолодание. Но, по сути, на Европу и на нашу территорию это не скажет, что у нас будет потепление. У нас все-таки погода большей части определяет именно западный перенос воздушных масс с Атлантики, и то, что сам температура там в Атлантике будет на некоторой доле градуса ниже, это не скажется на нашей температуре. У нас важнее то, что будет парниковый эффект увеличиваться. То есть, похолодание у нас не ждать. В Северной Атлантике небольшое похолодание ждать, и оно наблюдается в целом. Еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться мнением экспертов по поводу безуглеродного, он озвучил, по поводу атомной энергетики. Ведь правильно ли вообще, я понимаю, что атомная энергетика, она не приводит к увеличению парниковых выбросов, потому что их там нет. То есть, при реакции деления урана, там горячая вода и так далее, и тому подобное. То есть, может ли он прокомментировать такую версию развития событий, чтобы человечество больше переходило на энергию атома? Да, мы вас поняли. Спасибо. Спасибо. Смотрите, ну, тут вопрос, наверное, не ко мне, а вопрос к энергетикам. Действительно, с точки зрения климата, атомная энергетика, она безопасна. Здесь другие вопросы. Почему, например, Германия отказалась от атомной энергетики после Фукусима резко? То есть, здесь, видимо, люди взвешивают риски. Франция взвешивает вот так риски, Германия взвешивает вот так риски. И здесь вопрос не к климатологу все-таки. С точки зрения климата, атомная энергетика, она, конечно, сильно лучше. Ну, и, в общем, она чистая, да, по сравнению с угольными станциями или с газовыми и так далее. А электромобили в плане экологии перспективная история? Конечно, да, конечно, да. Там надо решить вопросы зарядки, вопросы утилизации батареи, вопросы вообще. В принципе, человечество назрело прорыв с точки зрения батареи. Я все удивляюсь, почему никак не изобретут... То есть, вот нет прорыва. Я считаю, что следующий, конечно, прорыв будет, это какая-то новая батарея. Здесь выперлись в какой-то потолок. Но, опять же, это не климатологу вопрос. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Программа «Абонент доступен». Александр Чернокульский, климатолог, был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.